всем привет в этом выпуске новый боевой пропуск улучшение корабля сливы картинок и оружие данные о появлении иллюминатов не пропустите с вами шар обновление по нашим любимым адским десантникам с тебя лайк ну и все такое намек понятен начинаем 11 апреля разработчики представили новый боевой пропуск в игре под названием демократический взрыв все что было в нем мы уже видели в моих предыдущих видео но давайте остановимся на первых впечатлениях граната g123 термит имеет особенность прилипать к противнику по задумке она должна обходить броню противника за счет прожигания высокой температурой в 2000 градусов и наносить урон однако урон у нее всего 100 единиц что очень мало сейчас она практически не играбельна надеюсь что ее механику исправит и она станет хорошим дополнением в вашем арсенале пока же название г означает говно марксманская винтовка эксперт единственная винтовка в своем классе которая имеет автоматический режим стрельбы она обладает высокой скорострельностью но и высокой отдачей вместимость патронов меньше чем у других винтовок она пробивает среднюю броню но против жуков я не нашел ей достойного применения для борьбы против автоматонов есть пробивной освободитель который стреляет точнее и быстрее и также пробивает среднюю броню а вообще серб пока лучший броня первопробиватель это средняя броня с пассивным навыком сервопривод по сути это еще один вариант брони никаких уникальных бонусов для коллекции сойдет новый усилитель мастер воздушной эвакуации обязательно к прокачке он позволяет быстрее убегать с планет только не забудьте убирать за собой анализы и подгузники винтовка извергатель это что-то новое это мощная винтовка с большим уроном и взрывными патронами она отлично подходит для средней дистанции против скопления врагов с малой и средней броней против тяжелой брони она бесполезна также она закрывает гнезда противника из минусов низкая скорострельность мало патронов и низкая скорость прицеливания и маневрирования нельзя стрелять на короткие дистанции но как новое оружие мне понравилось легкая броня мастер подрывник это стандартная броня с пассивным навыком инженера опять же только для коллекции пистолет гранатомет отличное вторичное оружие с высоким уроном по площади он закрывает гнезда убивает скопление легкобронированных противников рекомендую взрывной арбалет я проверял его раньше и для меня он стал с тиром высокий урон убивает скопление врагов закрывает гнезда уничтожает заводы автоматонов из минусов малый боезапас малая скорострельность и снаряд летит по дуге броня разрушитель многие хотели ее из-за внешнего вида но она для этого только и нужно или для коллекции не забывайте про 300 супер кредитов фарм стал сложнее и появились новые эмоции и фоны для персонажа дорогие игроки я раз сообщить что разработчики услышали ваши пожелания добавили 6 новых улучшения для вашего корабля каждое улучшение добавляет что-то новое и полезное начнем с отсека административный центр патриотизма новое улучшение называется передовые методы упаковки позволяет пополнять запас боеприпасов дополнительного оружия до максимума из ящиков с боеприпасами это очень полезное улучшение которое поможет вам в бою в отсеке с орбитальной пушки появилось улучшение мониторинг атмосфера который уменьшает разброс орбитальных пушек на 15 процентов это поможет вам точнее стрелять и наносить больше урона в отсеке ангар появилась новый боевой отсек xxl стратагема орла которая позволяет лету сбрасывает на одну бомбу больше кроме 500 килограммовый это очень полезное улучшение в бою с большим количеством противников на мостике появилось улучшение интенсивное горение который увеличивает огненный урон огнемета напалма и огненных мин на 25 процентов это поможет вам в бою с врагами которые уязвимы к огню извините но последнее время не слишком много улучшений было сделано для огнемета то его урон подняли то весь огненный урон затик увеличили а теперь это любители огнемета берегитесь ситуация накаляется в инженерном отсеке появилось улучшение удлиненная цепь которая позволяет другому метателю башни тесла поражать на одного врага больше это сделает их более эффективными роботехнический цех не остался в стороне добавили улучшение поглощенный взрыв который уменьшает урон а взрывов для всех турели 50 процентов это поможет им защититься а взрывов и жить дольше я надеюсь что эти улучшения сделать ваш корабль еще более мощным и помогут вам в бою и перри новости люди стали жаловаться что количество комаров автоматонов становится невыносимым встречаются по 12 комаров за раз а как вам такая атака нравится такой наплыв при этом комьюнити игры закидали разработчик и сообщениями чтобы добавили сложности хотя бы до десятой хотя я тут посмотрел файлы игры и там разработчики сами заранее прописывают сложность не ту что вы выбираете а именно общую на каждую территорию отдельно то есть если я правильно понимаю то есть сложность внутри сложности в игре также заметили появление пистолета похожего на desert eagle выглядит конечно смачно и с чем это едят пока не ясно также можем посмотреть на робота работника супер земли скорее всего это призывник который возможно помогает супер земле а может быть и будет помогать нам есть еще реле связи это передатчик который надо будет активировать на определенных миссиях такой уже был первый hell divers но будет ли он иметь такой же смысл как и в первый мы пока не знаем также в игре появился ящик хранения и миксер темной жидкости автоматонов будем его использовать чуть позже уже скоро в игре люди успели хорошо протестировать новый стратагем орел воздух-воздух судя по видео он пока не имеет строгого приоритета по воздушным целям а атакует два ближе две ближайшие цели на расстоянии 45 метров с уроном 600 за удар с 200 от взрыва и пробивает тяжелую броню нам показали 3d модель иллюмината с пушкой знаете он очень сильно похож на кальмара из игры crisis 3 и на сладенькое я накопал среди сотни тысяч строк кода игры вещи которые уже известны про иллюминатов прошу прощения за возможный корявый перевод мой английский не позволяет этого перевести достойно данные про иллюминатов и мне кажется что весь сюжет заранее прописан и не давая нам выйти за его пределы и так исследовательское судно утверждает что обнаружила энергетическую сигнатуру похожую на свечение чрезвычайно ценную партию кристаллов иридиума с большими затратами доставленную из исследовательских центров черной горе необходимо безопасно доставить на дружественную территорию иллюмината не остановится ни перед чем чтобы вернуть их или уничтожить ты последние линии обороны адский десантник . откуда исходят угрозы иллюминатов непосредственное сообщение о внезапных наблюдениях приписывают дезинформатором и диссидентом . входа откуда приходят все иллюминаты в галактике неизвестно что на этой планете позволяет им приближаться к супер земле но это наверняка будет сделано в наступательных целях наши аналитики зафиксировали высокие энергетические показатели в области окружающей сингулярности иллюминаты вернулись а с ними угроза полного уничтожения поэтому я говорю мы должны уничтожить их первыми теперь сообщение от npc и новостей не позволяете ненавистному иллюминату захватить власть это иллюминаты 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 едят мозги только монстры могут есть мозги обнаружен артефакт иллюминатов я не беспокоюсь об этих появлениях иллюминатов автоматоны пойдут по пути иллюминатов статус оборонятся от вторжения иллюминатов угроза иллюминатов ликвидирована планета остается под контролем иллюминатов. Супер-Земля наконец-то освобождает родной мир от иллюминатов. Аванпост иллюминатов уничтожен. Технологии иллюминатов открыты еще в Первой Галактической войне. А вы знали научное название группы кальмаров «Резня иллюминатов»? История имеет значение. В конце Первой Галактической войны мы великодушны позволили иллюминатам уйти. Аванпосты иллюминатов часто хорошо защищены, и их лучше всего преодолевать с помощью оружия, обладающей высокой степенью поражения. Если бы я был адским десантником, я думаю, что моим любимым врагом для убийства были бы иллюминаты. Иллюминаты, которые кажутся повсюду. Наши ведущие ученые доказали, что все мятежники на самом деле действовали под контролем иллюминатов. Еще больше иллюминатов! Внимание! Освобожденные планеты, находящиеся на текущей орбите от угроз иллюминатов, закончились абсолютной победой. Критика идеалов Суперземли – верный признак контроля сознания иллюминатами. Когда-нибудь мы уничтожим всех до единого жуков, автоматонов и иллюминатов, и Галактика наконец-то обретет мир. Вторжение иллюминатов закончилось временным поражением. Планета теперь под контролем иллюминатов. Статус. Освобождение от иллюминатов продолжается. Требуется поддержка адских десантников. Вторжение иллюминатов закончилось абсолютной победой. Иллюминаты, по сути, передали нам супероружие, способное уничтожить планету. Для высокоразвитого инопланетянина это выглядит не слишком хорошо. Именно поэтому они сейчас мертвы. Играйте в хорошие игры. Играйте в кайф. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok